Здравствуйте друзья! Очень часто в комментариях задают вопросы, связанные с подключением умных устройств к сети электропитания. Что будет если перепутать фазу и ноль, чем ноль отличается от заземления и тому подобное. Поэтому я решил снять это небольшое видео, главная цель которого разобраться с базовыми понятиями бытовых электросетей, которые вам пригодятся при планировании строительстве умного дома. Также я расскажу о защитных устройствах, ведь безопасность это самое главное. Начнем с чистого листа и вспомним, что такое электрический ток. Электрическим током называется направленное движение заряженных частиц. Существует два рода тока, переменный и постоянный. В зависимости от устройства, для их питания может использоваться любой из них. Когда направление движения частиц не меняется, это постоянный ток. А когда направление интенсивно меняется с течением времени, это переменный ток. Первый на графике выглядит как прямая линия, второй как синусоида. Если говорить о бытовых электросетях, скорость изменения их полярности у нас 50 раз в секунду, она называется частотой и измеряется в герцах 50 герц. Соответственно полярность постоянного тока неизменна, она обозначается знаками плюс и минус. Наиболее распространенные его источники в быту, аккумуляторы и батарейки, также его довольно легко преобразовать из переменного тока. Главным источником переменного тока является бытовая электросеть. Собственно именно об этом мы сегодня и будем говорить. В переменном токе не применимы понятия плюс и минус, тут используются обозначения фаза и ноль. Обычно на устройствах их обозначают буквами L и N. Чтобы было проще понять разницу, запомним простое определение. По фазному проводу ток приходит к потребителю от поставщика энергии, по нулевому он возвращается. В этом их ключевое различие. В быту используется трехфазная электрическая сеть, которая имеет 4 проводника. По трем фазам ток приходит, а для возврата используется один общий нулевой провод. Напряжение между фазными проводами равно 380 вольт, а между нулем и любой из фаз 220 вольт. В квартиры может быть введена как одна, так и все три фазы и ноль. По опыту знаю, что многие путают нулевую линию и заземление. Заземляющий провод не находится под напряжением и его основная задача это защита от поражения электрическим током. Еще существует такое понятие как рабочее заземление, но его мы касаться не будем. Так выглядит схема однофазного ввода в квартиру с заземлением, которое должно соединяться с корпусом устройства. Какой-либо разницы между любой из трех фаз в данном случае нет, так как напряжение между ними и нулем одно и то же 220 вольт. Но очень часто, особенно в домах старых построек, нет отдельной линии заземления. Тут используется схема, которая называется глухозаземленная нейтраль, когда ноль соединен с землей. В таком случае используется зануление, когда заземляющий контакт соединяется с нейтралью. Это спасает при пробое фазы на корпус, тогда сработают автоматы защиты. Но не поможет при утечке тока на зануленный корпус и при оброве нейтрали. В то время как при использовании заземления, если произойдет соединение фазового провода с заземленным корпусом, образуется новая электрическая цепь, на которую может среагировать устройство защитного отключения. Главная задача зануления и заземления одна и та же, это защита от поражения током при пробое фазового провода на корпус прибора. Разница в том, что зануление провоцирует короткое замыкание и срабатывание автоматического выключателя при опасном контакте человека и провода. А заземление мгновенно отводит опасное напряжение на землю. Также оно вызывает снижение напряжения зануленных металлических не токоведущих частей, оказавшихся под напряжением относительно земли. Наиболее безопасным и надежным решением считается заземление. Плавно подобрались к устройствам защиты электросети. Начнем с автоматического выключателя или просто автомата. Главное назначение этого устройства защита электросети от перегрузки по току. Различаются количеством управляемых линий в зависимости от количества фаз и коммутации нейтрали, и току отсечки, превышение которого ведет к отключению автомата. Он спасет от перегрева и возможного расплавления проводки при подключении слишком мощной нагрузки, либо нескольких нагрузок, когда ток проходящий через автомат превысит максимальный. А также отключить линию, если произошло короткое замыкание, соединение фазы с нулем, когда происходит резкий скачок тока в электрической цепи, который легко может привести к пожару. После отключения автомат можно включить только вручную. Существуют автоматы работающие в системе умного дома, которые имеют интерфейс управления, например Wi-Fi или ZigBee. Кроме защитной сработки ручного управления, в их конструкции имеется двигатель, позволяющий управлять ими удаленно, что сказывается на размерах этих устройств. Но в отличие от обычных, их можно включать удаленно, если конечно ваш роутер имеет бесперебойное питание. Следующий распространенный и нужный класс устройств это реле напряжения. Это устройство в режиме реального времени контролирует напряжение в электросети и отключает линию в том случае, если его значение выше или ниже заданного. Далее, если оно нормализуется, реле подает питание на линию автоматически. Реле спасет от скачков или падений напряжения по вине поставщика электроэнергии, например если у него недостаточно мощная подстанция, либо в случае например слишком жаркой или холодной погоды, когда все включают кондиционеры или обогреватели. Авария, связанная с обрывом нейтрального провода например на домовом вводе. Тогда ток пришедший от электростанции к потребителю, не сможет вернуться назад по нулевой линии и вместо 220 вольт между нулем и фазой. Потребители получат плавающее напряжение от нуля до 380 вольт между фазами, которая будет зависеть от включенных в это время нагрузок. Существуют и управляемые версии таких реле, однако я лично в этом большого смысла не вижу, эти устройства отлично работают и автономно. Устройство защитного отключения или УЗО, также известное как устройство дифференциальной защиты, предназначены для защиты от утечки тока возникающего при нарушении или пробое изоляции. Так как рассмотренные нами ранее защитные устройства на него не среагируют, так как такие токи обычно весьма невелики, но тем не менее могут привести к воспламенению и к серьезному поражению человека. Ток срабатывания тут измеряется в миллиамперах. Принцип действия заключается в том, что в случае пробоя изоляции на корпус, образовывается электрическая цепь, проводником которой может быть в том числе человек. Таким образом часть приходящего по фазе тока уходит в эту цепь, соответственно по нейтральному проводу уже будет меньшее значение. Разница между приходящим по фазе и уходящим по нейтрали током называется током утечки. Если это значение выше номинала УЗО, реле размыкает цепь. Также существует гибрид УЗО и автоматического выключателя, который называется диффавтомат. Он совмещает в себе функции обоих устройств. Однако, что лучше устанавливать, зависит от конкретных задач. Иногда лучше ставить универсал, а иногда совмещать оба типа приборов. Защита защитой, но про безопасность тоже не стоит забывать. Помним, что напряжение между фазой и землей 220 вольт, а между нейтралью и землей 0 вольт. Поэтому в своих обзорах я постоянно напоминаю, соблюдайте порядок подключения. Фазовый провод контакту L нулевой в N. Это касается в первую очередь устройств в которых есть реле. Которое должно рвать именно фазную линию, так как нулевая линия никакой опасности не несет. Кроме этого, при наличии провода заземления и контакта для его подключения, не пренебрегайте им. Эти несложные правила могут без преувеличения спасти чью-то жизнь. Я не хочу перегружать видео излишними подробностями, а для базового понимания я дал достаточно. У кого будет желание разобраться поглубже, в сети есть очень много информации на эту тему. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки. Подписавшись на мой канал, вы будете получать уведомления о выходе новых видео. Для тех кто не знает, я веду еще и телеграмм канал, в котором публикую новости, а также ссылки на интересные товары по тематике умного дома. На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok